Нет, я попозже подпишу. У нас возникла мысль все-таки встать еще одним пикетом или двумя на расстоянии 50 метров. Вот кто-то сейчас может, мы потом можем сменить. А ты думала, пикет ставить с таким вот плакатом? Да, я ему написала. Сейчас самая главная задача, задача гражданского общества, это оказывать давление, если можно так сказать, на власти обеих стран. Потому что необходимо, чтобы и Украина, и Россия проявили добрую волю и волю к выполнению тех договоренностей, которые на самом деле в Минске были достигнуты уже давно. Обмен всех на всех. Необходимо признать статус военнопленных у тех, кто находится в тюрьмах в результате этого конфликта. Мы их все время стыдливо называем то узниками совести, то еще каким-то образом. Они военнопленные, они жертвы этого конфликта. И их освобождение зависит одинаково, как от властей Украины, так и от властей России. Поэтому подписи, которые мы собираем, и наш посыл, он одинаково направлен и в Москву, и в Киев. Надеемся, что мы будем услышаны. Я еще подписывался, друзья. Если нет, то можно оставить подпись. Так что вот такое строительство. То же самое. Компания полиции, вовремя документы. Будьте добры, Ваши. А у меня руки заняты. Сейчас покажу, когда смена придет. На моей памяти были все-таки результаты и петиции общественного давления. Это связано и с историей Надежды Савченко, это связано и с Девом Ходорковского, между прочим. Это связано и с историей вот этих девочек несчастных по делу Нового Величия, кстати. Парни сидят до сих пор, об этом как-то очень мало говорят. Это связано, до этого было и с Девом Ходорковского, пусть сирают, конечно, и некоторыми другими. Когда все-таки общественным давлением удавалось заставить власть хоть немного отступить от своей людоедской политики. Кого-то освободить раньше времени, у кого-то прекратить заведомо несправедливое дело. Поэтому дело, что должно случиться, чему суждено, надо не ослаблять усилия. И сейчас важно помнить, что Олег Сенцов, который сегодня голодает уже сто дней, он голодает не за свое освобождение. Не за отмену своего несправедливого приговора, он требует освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. Даже если его передадут завтра Украине, на что я надеюсь, и он будет освобожден, не исчезнут причины для его голодовки. Поэтому нужен вот этот обмен военнопленными. Всех на всех, чтобы спасти жизнь Сенцова и прекратить страдания военнопленных. В этой необъявленной, но, к сожалению, реальной войне, в которой гибнут люди и есть военнопленные. Поэтому я здесь.